Здравствуйте, дорогие телезрители! Это идет такой репортаж, прямой репортаж из Мелботт-Аун-Холл. Это подарок Санкт-Петербурга Мельбурну Даниэля Зарецкого. И у меня к вам такой первый вопрос. Скажите, пожалуйста, каково вам было играть сегодня этот концерт в 5 часов утра по санкт-петербургскому времени? Ну, это немножко чувствовалось утром, утром, здешним как бы утром, но уже в процессе концерта забываешь обо всем, конечно. Ваши слушатели, по-моему, это поняли и вполне оценили. Скажите, пожалуйста, как вам орган в Мелботт-Аун-Холл, этот Гранд-Орган, как он вам показался? Это очень интересный орган с очень разнообразными звуковыми возможностями. На нем удобно играть, потому что он был не так давно отреставрирован, и появился вот этот замечательный новый пульт, за которым достаточно удобно. Другое дело, что это немножко непривычный инструмент, поскольку он все-таки больше в британской традиции, которая не так распространена в континентальной, так сказать, Европе. Это скорее можно встретить в Англии, и помимо Англии в Соединенных Штатах и в Австралии. Это немножко другое. У вас были какие-то, ну, не проблемы, конечно, но для вас необычно играть на таком инструменте? Это достаточно необычно. Чаще приходится играть, конечно, на немецких, скажем, инструментах. Но все равно опыт какой-то уже, безусловно, есть. Много раз я играл в Штатах на подобных инструментах, несколько раз в Великобритании. Ну, и вот теперь впервые в Австралии. Ну, хорошо, давайте вернемся к некоторым истокам вашей биографии. Я начну с того, что, поскольку это все происходило в зале, и мы общались, ваши слушатели и зрители общались друг с другом. Вот один маленький мальчик, например, очень заинтересовался вопросом, который вам должен быть близок. Почему? Я вам сейчас напомню. Он спрашивает, сколько лет надо учиться для того, чтобы стать органистом. Ну, знаете, у моей профессора, у которой я начинал учиться в Ленинградской еще тогда консерватории, была замечательная фраза на этот счет, что мы учимся всю жизнь. Вот. Ну, если как бы... А вот чтобы не отпугивать маленького мальчика? Ну, вы знаете, ну вот я, например, сначала пять лет учился в нашей тогда еще Ленинградской консерватории, после которой уже как бы вот получил диплом, который давал право, ну, хотя бы называться уже, так сказать, действительно органистом. Так что, ну, видимо, вот какой-то минимальный срок. Ну что же, все-таки есть какой-то временной предел. Вот за пять лет можно при усилии начать, как бы называться органистом. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...